Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpa, и это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И видно, что за последние 24 часа в основном рынок консолидируется, цены ведущих криптовалют движутся вбок, Биткоин зафиксировал незначительный рост на 0,1% за последние 24 часа и торгуется на отметке 7307,09$. Соответственно, схожая динамика и у остальных криптовалют. Однако, я сегодня хочу прокомментировать Bitcoin Cash, потому что давайте вспомним, что вчера произошел Bitcoin Cash Halving, и следующий Bitcoin Cash Halving будет через 1457 дней. То есть, это важное событие, которое произошло вчера. Я хочу прокомментировать, как оно повлияло на цену и может ли значительно повлиять на экосистему Bitcoin Cash. И хочу напомнить, что вчера я тоже упомянул, что сегодня или примерно через 16 часов, то есть, скорее всего, это будет уже рано утро завтра, произойдет и Halving Bitcoin Cash Satoshi Vision. Если сейчас посмотреть на график, некоторые говорят, что вот эти 4% в красной зоне, то есть, минус 4%, это из-за того, что произошел Halving вчера, Bitcoin Cash. Потому что, вот, например, давайте я сейчас покажу некоторые новости. Вот, например, на CoinTelegraph написано, что вчера после Halving уже валидация или верификация блоков начала происходить очень медленно. Были блоки, которые практически верифицировались не 10 минут, как в среднем, а 2 часа. Плюс уровень хешрейта или уровень хеша упал значительно. И здесь говорится, что вот были предположения и как будто наблюдается ситуация или такая ситуация, в которой майнеры потихонечку начинают отходить от Bitcoin Cash, потому что, ну, вознаграждение по вознаграждению уменьшился в 2 раза, от 12,5 до 6,1 четверти Bitcoin Cash. И, соответственно, интерес у майнеров упал и, соответственно, некоторые начинают уходить. Здесь есть предположение, что некоторые тоже начнут уходить в ближайшие дни. Но, конечно, это пока еще рано говорить, потому что, может быть, другие придут. Цена может поменяться в положительном направлении, если весь скриптор рынок продолжит расти. И, соответственно, это скомпенсирует, то есть, рост цены на данный момент, учитывая, что у Bitcoin Cash и у Bitcoin Satoshi Vision нет проблемы масштабируемости, это может скомпенсировать вот это уменьшение так называемого пула вознаграждений из-за халвинга. Здесь практически в этой новости на сайте Point Telegraph указано несколько сайтов, согласно которым там меняется по-разному хешрейт. Например, на сайте fork.long говорится, что на 60% упал хешрейт Bitcoin Cash из-за халвинга. CoinWards, например, от уровня 3.9944 до 2.45. А Bitcoin.com говорит, что нет, нет падения хешрейта, даже он начал расти. Я сейчас покажу некоторые сайты, вот, например, Bitcoin.info.charts показывает, что как будто вот здесь не было такого значительного изменения хешрейта, но мы должны понимать, что здесь сайт обновляется в основном раз в день, то есть посмотрим, скорее всего, после завтрашнего дня, но согласно этому сайту нет такого солидного падения хешрейта после халвинга. Вот он сайт Bitcoin.com, который, наоборот, говорит, что даже есть отскок хешрейта, то есть давайте я это немножко вот так сдвину, чтобы вот практически хешрейт начал увеличиваться сейчас, то есть Bitcoin halving не демотивировал майнеров, и они не... Bitcoin halving практически не оттолкнул майнеров, и они не отходят от экосистемы Bitcoin Cash, и, соответственно, хешрейт стабилен вблизи 3,5 A hash. И что хочу сказать, вот он последний сайт CoinBards, согласно которому вот, например, как выглядит хешрейт, график хешрейта, и сейчас практически вот это снижение. Давайте я перейду к недельному такому куску графика, и здесь видно, что практически с 4 до ниже 2 практически упал хешрейт, то есть согласно этому сайту, да, действительно, майнеры в последние часы уходят от экосистемы Bitcoin Cash. Почему на это я обращаю внимание? Потому что если практически падает хешрейт, криптовалюта становится менее стабильной, то есть более уязвимой получается, и, соответственно, по сути, цена может снизиться из-за того, что падает стабильность экосистемы. Но еще раз хочу подчеркнуть, у Bitcoin Cash нет проблемы масштабированности. Плюс я считаю, что если рынок продолжит расти, эти цены подтянутся также и у Bitcoin Cash вверх, и, соответственно, таким образом может получиться, что он почти цена не отреагирует на вот это событие уменьшения пула вознаграждений, и получится так, что, вот как говорится в следующем, в следующем, в следующей статье на сайте Cointelegraph, что это может оказаться, Bitcoin Cash и Bitcoin Satoshi Vision халвинги могут оказаться анониментуэс, без какой-либо существенной значимости будут под эти события. Я считаю, что именно так и получится. Эти халвинги у этих криптовалют будут незначительными, на мой взгляд. Но давайте все-таки еще немножечко подождем и посмотрим, как поведет себя хешрейт, то есть хешрейт и как поведут себя цены. Сейчас я перейду к графику Bitcoin Cash согласно сайту TradingView. Вот отскок, который наблюдается на всем криптовалютном рынке, где-то с середины практически, или который начался во второй половине марта. Если перейти к свечному графику, хочу показать, что вот вчерашняя свеча на дневном графике, практически вот она, вчерашняя свеча на дневном графике, является бычей свечой, у которой локальный максимум выше предыдущего, и локальный минимум выше предыдущего, и даже предыдущих. То есть я бы не сказал, что здесь практически вчерашнее событие халвинг повлиял негативно на цену. Ну, свеча практически бычая. Если перейти к намеченному таймфрейму, ничего значимого здесь не произошло, учитывая тот факт, что вот все вот эти свечи мы обсуждали. То есть давайте я еще один раз покажу, что здесь было вот это бычье поглощение в начале месяца, за которым последовала падающая звезда, которая практически подтвердилась медвежьей свечой в марте, однако подтвердилась не в очень качественном виде, потому что у этой свечи, хотя нижняя тень проколола практически вот эту предыдущую впадину, она дошла до впадины от декабря 2018 года и оттолкнулась. И, соответственно, получается вот то, что мы говорили. Тут большая поддержка, цена подтолкнулась и пошла снова вверх. И самое главное, что вот я хочу показать, что цена практически закрытия за месяц март, она практически выше цены открытия за январь, когда произошло вот это бычье поглощение. Поэтому, когда мы возьмем всю эту череду свечей, получается, что тут нет медвежьего надежного сигнала, хотя здесь была падающая звезда и в марте медвежья свеча, потому что тело этих двух свечей, они внутри тела мощной зеленой бычьей свечи, которая нарисовала вот это бычье поглощение. Поэтому я не вижу медвежьих сигналов на месячном таймфрейме надежных. И, скорее всего, этот отскок может продолжиться, вот который сейчас начинается, и это будет зависеть от общей динамики на криптовалютном рынке. Если перейти к недельному графику, вы знаете, тут один интересный нюанс, что у последних свечей практически видно, что идут они бычьи свечи, у которых локальные минимумы повышаются, и здесь у последних трех локальные максимумы. То есть это бычий сигнал. И на фоне этого я хочу сказать, что кажется, что вот биткоин халвинг, биткоин кэш халвинг, на данный момент я не вижу ничего негативного с его стороны на график практически биткоин кэш. Но давайте еще подождем, посмотрим. Единственное, что я хочу сказать, что еще когда мы находились вот здесь, я озвучил свое видение не только у графика биткоин кэш, но и у некоторых других криптовалют, что в этой зоне практически там, где практически верхняя часть вот этой медвежьей свечи, цены при отскоке могут практически дойти до некого сопротивления и замедлить свой рост. И, соответственно, даже если, потому что я об этом говорил в моих предыдущих обзорах, если сейчас произойдет некоторое вот такие движения вниз, они, скорее всего, будут спровоцированы на фоне технического сопротивления, которое есть, то есть на фоне сопротивления, которое существует с технической точки зрения в верхней части вот этой свечи, нежели на фоне вот этого биткоин кэш халвинга. И, соответственно, я считаю еще раз, что если это произойдет, это не будет из-за биткоин кэш халвинга. Но это мое личное видение. Итак, чтобы подвести итоги, хочу сказать, что, на мой взгляд, биткоин кэш халвин может оказаться ноливант, то есть событие без большой значимости для цены биткоин кэш на данный момент. Также хочу сказать, что все-таки стоит подождать немножко и посмотреть, как себя поведет хешрейт, действительно ли хешрейт стабилизируется или если майнеры начнут уходить и хешрейт начнет снижаться, то тогда это может повлиять негативно на цену биткоин кэш. Но в целом я считаю, что нужно будет следить и за общей динамикой на рынке, потому что, скорее всего, общая динамика на рынке будет продолжать определять направление цены биткоин кэш. У меня на этом все. Пожалуйста, поделитесь своим взглядом по поводу халвинга биткоин кэша, его влияния на экосистему и на цену биткоин криптовалюты биткоин кэш. Всем я желаю удачи на финансовых рынках, здоровья и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был Эдкрипт Спар. Продолжение следует...